Общественные приемные создаются для укрепления связи между населением и органами местного самоуправления. Два года назад глава района Андрей Иванов открыл в разных поселениях свои приемные. Теперь жители могут обратиться к нему напрямую. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина последовала его примеру. Новая приемная появилась в волейбольно-спортивном комплексе. Мы стартанули с Одинцовского района, потому что мне этот район близок. Здесь я в течение уже трех лет работаю с социальными проектами, осуществляю их. Поэтому мне здесь все понятно. Поэтому мы начали с того, где все понятно. И многих из сегодняшних посетителей, не многих, некоторых из сегодняшних посетителей я просто знаю лично. За эти три года познакомилась. Проблемы одни и те же. Проблемы детей-инвалидов. Проблемы родителей, которые не могут развестись по-человечески. Десять женщин и десять разных драматических историй. Педагог Екатерина Меркулова попросила оказать помощь в специализированном лечении ученику из девятого класса. Мальчик получил психологическую травму. Оксана Пушкина посоветовала найти для ребенка авторитетного человека, который мог бы помочь ему справиться с подростковыми обидами. За неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлекли Надежду Лобакову. Она объяснила уполномоченным по правам ребенка, что не уделялась ему должного внимания из-за проблем, связанных с разводом. Оксана Пушкина пообещала разобраться и с этим. У тебя начинаются с той стороны какие-то действия, ты сразу звонишь. Екатерина Петропавлова из Жаворонков тоже находится в трудной жизненной ситуации. Она одна воспитывает двоих детей, не имеет собственного жилья, а бывший супруг алиментов не платит. Он уже должен около миллиона. Женщина обратилась в суд. С адвокатом надо подумать. Нужно дать адвоката хорошего, который бы рассказал, в какой стадии эта история. Потому что я не верю, что она не выиграет дело. Оксану Пушкину попросили о содействии в получении путевки на отдых для ребенка-инвалида. Также помощь необходима Юлии Афанасьевой. Девочка осталась без родителей. Полученный в наследство земельный участок Юля продала по заниженной стоимости. И считает, что ее обманули недобросовестные покупатели. И пока мы работаем в ручном режиме. Мы каждый раз даем либо сопровождение, либо адвоката, либо в данном случае, слава богу, в Одинцово хороший суд, справедливый. И в данном случае он вышел с твоей историей в пользу тебя. Оксана Пушкина подчеркнула, что такие выездные приемы очень эффективны. Особенно для родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Она считает, что встречи должны проводиться раз в три недели, поскольку нерешенных и серьезных проблем накопилось немало. Уполномоченная по правам ребенка в Московской области сообщила, что ее команда готова работать 24 часа в сутки. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.